всем огромный привет добро пожаловать на мой канал сегодня у меня будет снова домашний влог девочки вчера у меня мне я не знаю кому скучно на карантине кому нет но мне все дают жару тут вчера мне было плохо моей собаки я вообще это минус породы лабрадора в том что они едят все подряд девочки вот все подряд это не как вам сказать это не шутки это действительно так я не знаю что она вчера наелась но в общем не было плохо ее тошнило но нас уже скажем так отработанная схема лечения и и вот таких вот всяких моментов но все равно каждый раз переживаешь она плохо себя чувствуют неизвестно что наелась может быть какой-то прокол и так далее в общем просто кошмар и не за вчера с ней целый день там возилась еще лекарства пыталась дать она такая знаете мой муж не может делать все что угодно по всякому по-разному он ее может там я не знаю лечить и все что угодно с ней делать она даже не пискнет на меня она иногда огрызается вчера давали лекарства с сыном месте и вдвоем в общем общем кошмар девочки в общем я уже который день никакая ей уже сегодня полегчало вообще полегчало причем от слова совсем она бодряком она еще вчера вечером уже с ней было все хорошо а я как этот самый как выжатый лимон с ней у животные они такие я думаю что она наверно выкопала какую-нибудь кость свою потому что она была вся в земле лапы в земле в нем были что-то очень накопал просто девочки на самом деле кошмар какой-то вообще так что я вот так вот ну что вот она моя подруга да и не отворачивайся от меня как тебе не стыдно а вот как тебе ну что ты виновата да виновата я уже полегчала уже все хорошо да не виновата я так получилось да вот она засранка вчера меня перепугала все мама перенервничала вчера наш голова болела сегодня у нас уже все хорошо мы же бегаем вовсю кушать просим всякие вкусняшки да всякие он тусуемся тот все хорошо у нас бандитка какая вот она бандитка моя до бандитка такая хорошая девочка хорошая напекла тут блинчики с мясом вот у меня обычная тут из остатка тесто сейчас еще мальчишки у меня кушают обычные блины они меня с мясом и так не едят а кушают с сгущёнкой леса сметаной вот частом со сметаны едят а это нам с мужем на ужин это у нас такой ужин будет с мужем с чаем у меня кстати любят когда я подобное что такое готовлю вот так что вот такая вот у нас будет вкуснятина сегодня мясо обычная домашняя с лучком обжариваю со специями потом заворачиваю и обжариваю блинчики в этот раз они мне не развалились но получились разного размера и такие вот немножко кривенький но ничего страшного главное что вкусный еще девочки хочу показать вам заказ faberlic заказала в постаматы до пункт ну не в пункт выдачи где вот девушка выдает а в сам постамат как бы бесконтактная доставка скажем так в постаматах уже пришло мне в коробочке забрала меня муж значит я вовсе уже готовлюсь к лету и мне абсолютно все равно какая погода за окном у меня общем лето такой каталог и я заказала себе вот такие кроссовки никогда не заказывала обувь faberlic решила попробовать это я так понимаю у них какая-то новинка но не такие достаточно простенькие вот вот такие вот здесь вот видите немножко я не понимаю то ли это помялось то ли это так вот сделано в общем вот такие они идут эта часть коричневая вот эта часть красная есть точно такие же желтые и по-моему черные но я решила на лето взять себе вот такой расцветочки она такая более подходящая к много много к чему у меня 39 размер и не тут они размер в размер а вот такие шнурки и они получается одеваются ну как для меня это как носки в общем вот такие вот но они очень легкие я померила удобные и я думаю что летом вот так вот вечером прогуляться там до залива или вообще в прохладную погоду прогуляться мне будет вообще супер просто самое она под спортивный костюмчик какой-нибудь или даже под джинсы с каким-нибудь толстовкой с какой-нибудь толстовкой да будет вообще огонь меня вот в таком пакетике и внутри были вставлены вот такие штучки еще так как лето у меня уже в голове я взяла два вот таких средства я почему-то подумала что к лету они могут пропасть их могут разобрать поэтому я решила взять одно вот такое молочко солнцезащитное с spf 30 и вот такое масло спрей для загара почитала там отзывы девочек и в общем то многие писали что используют вот это средство на ножке потому что ноги плохо загорают а с ним загорают хорошо вот я для этих целей купила у меня тоже есть проблема что ноги загорают плохо особенно если ну там в огороде чего-нибудь цветочках копаешься да получается спина тело загорает а ноги остаются белые вот для этих целей я как раз купила вот такое масло спрей для загара говорят что очень ну там по крайней мере отзывы такие что очень ровная ровный загар получается также там была акция вроде бы берешь два или одно средство вот с spf и можно там со скидкой взять вот такой бальзам для губ с spf spf 30 у него вот такой тоже сейчас открывать не буду буду открывать его уже летом как раз самое то для лета и до кучи взяла вот такой мисс для тела кстати люблю их использовать ну подобные какие-то спрейчики нестойкие парфюмы люблю использовать летом приятно кстати приятный аромат на такой апельсин такой горьковатый апельсин ванилька не особо пахнет пахнет горьковатым апельсинчиком думаю летом тоже будет супер оставлю его на лета себе снова также взяла вот такие гелевые я не брала вот такие гелевые подпяточники кто то писала что полосочки отклеиваться не знаю я еще девочки не пробовала вот взяла себе тоже на лето на какую-то обувь чтобы не скользила думаем будет супер и также взяла два средства с бытовой химией вот эти девочки я перепутала мне нужен был кондиционер для белья я такая смотрю на упаковку думала я такое еще не брала и кинула в корзину даже не прочитала а это для детского белья но ничего страшного у меня меня и такое уйдет так что я попробую попутно его и средства для туалета взяла вот такое тоже она мне нравится у нас нет сильной ржавчины вот но с всякими загрязнениями справляется очень хорошо так что вот такой вот у меня получился заказе к faberlic но кроссовки на самом деле мне понравились единственно что да вот здесь вот как-то немножко помята но а так в общем и целом мне кажется бегать где-то вот прогуляться с детьми там в парке и тому подобное вообще супер вариант артикулы я как обычно оставлю вам внизу в инфобоксе и сейчас еще муж у меня заехал магазин окей вот за этим девочки за корешкой боже мой как я ее люблю вообще интересно что он купил вот такую крупную он сказал что она была еще со скидкой то есть не 568 подешевле в общем вот такая прям девочки вот такая крупная корешка отборная вообще я обожаю курочку ее аромат вот этот огурцовый ну это просто просто ням ням очень вкусно так дальше сосиски ну куда без сосисок да и здесь еще тоже вкусняшки он купил это себе он у меня очень любит морковку по-корейски имбирь мы любим все его а вот это обожаю я обожаю морепродукты вот он мне купил баночку я с удовольствием ее съем могу просто ее с хлебушком есть и мне даже добавлять никуда не нужно также купил здесь сыр вот такой какой-то витязь и такой сыр ни разу не видели салями с лисичками видите какое вот 376 рублей получается 829 за килограмм так дальше здесь у меня колбаска вот такая дымов праздничная на 243 рубля такой кусочек и еще краковскую колбаску это он меня любит хлеб два батона вот таких обычных еще тоже всякие вкусняшки вот такие кексики он как-то их уже брала не очень вкусный прям вообще обалденные видите здесь яблочный с корицей вот этот шоколадный очень они вкусные прям вообще до 3 шоколада и вот такой апельсиново-брусничный тоже вкусный здесь у меня еще пончики вот эти вот это вообще просто вкуснятина свареной сгущенкой прям обалденные и также лимоны лимоны 450 рублей килограмм а сколько они стоили лимоны 300 рублей он говорит стоили за килограмм взял нам три лимончика вот апельсины 4 штучки еще огурцы вот такие на 84 рубля ну килограмм где-то гладкий и помидорки на ветке постоянно 9 рублей на 258 рублей еще дали вот такой журнальчик интересный с рецептами разными как в ленте дают также в окей полистая посмотрю что тут есть интересного и еще дали вот такие штучки как-то их тоже давали по ум лента давала что можно сюда посадить вот и набор с семенами вот такой вот надо посмотреть кто-то там у нас как-то и укроп было еще что-то в общем как-то даже вырастало у нас тут и не помню кто тут в общем посмотрим посадим с детками как раз три штучки что такая вот была покупочка еще решила посадить вот эти наборы которые дали смотрите мне попались помидоры для посева здесь идет лучок для посева и у меня вот здесь вот редиска с такими табличками эти редис для посева тут семена и вот такая вот таблеточка которую нужно ну водичку немножко налить чтобы она разбухла потом сюда и все эти семена тут кстати много семян в общем посеем посмотрим что получится помидорка тут наверное одна или две семечки будет в ленте мне кажется раньше такие были ли в карусели я уже не помню но в каком-то был мне кажется в ленте только давно давно были вот такие и у нас кстати что-то даже выросло помнится мне вот видите разбухла еще водички добавлю это получается такая земелька вот сажу сюда и поставлю на окошко будет прорастать так что мне дополнительную рассаду то дело я вот эти семена ну тут кстати много тут штук 10 наверно в каждом пакетике было здесь у меня редиска я так распределила ровненько помидорки и лук но лук там я тут порвала вот такое шут что-то там такое такие черные семена были вот здесь вот тоже штук 10 наверное слушайте но если хоть что-нибудь зайдет конечно потом в город пересажу так что так дети у меня не любят вот этим заниматься не добавит по настроению там чем делает еще сказали же не будет такую ерунду сажать вот сейчас еще немножко полью сверху и поставлю потом посмотрим с вами девочки что прорастет не прорастет таким не филе очки ну что я тут еще затеяла кошку жарить как ее жарю вот я ее все полностью почистила голову брала соответственно внутренности да все почистила и мука смешанная с солью обваливаю и на сковородочку жарю с двух сторон на не сильно большом огне вот но на масле вот растительном и вы знаете вот эта корешка крупная вот она прям такая большая большая да и она немножко это немножко не так корешка не стандартная классическая корешка которая обычно у нас петель я не знаю где то еще наверное есть или нет но она должна пахнуть огурцом вот эта корешка больше пахнет наверное самой рыбой нежели огурцом а вот настоящая корешка самая лучшая самая вкусная она должна пахнуть огурцом но она мельче по размеру чем вот этом вот но так как я любитель рыбы то для меня вот это вот это нереально вкусное блюдо это вкуснее пироженок и всего остального я могу просто с утра и до вечера есть одну рыбу особенно вот такую ну или подобного плана вообще очень люблю кстати речную рыбу обожаю просто вот именно чтобы запах рыбы просто вкусно сейчас одной стороны пожарится я переверну и как раз у меня на еще один разочек тоже и будет недовкуснятина у меня уже слюни текут я вот вижу сырую рыбу девочки у меня уже слюни текут потому что это очень-очень вкусно и вот такая вот вкуснейшая рыбка у меня получается она немножко не такая как вот как я уже сказала как обычная корешка потому что когда обычную ну вот та которая пахнет огурцом жаришь аромат стоит на всю квартиру это пахнет больше рыбы обычной рыбы не да но все равно прям для меня это вообще это супер вкусное блюдо еще я хочу ответить на вопрос одна моя подписчица это по поводу а маникюра гель-лака у нее была такая ситуация что она ходила в салон делала до мастера себе постоянно гель-лак было все хорошо и потом когда полностью сняла вместе с базой гель-лак оказалось что у нее много пропилов и такие внутри ногтя как бы пузырьки такие да она отрастила это и стала делать дома не вот она меня спрашивает во первых у меня есть на канале по моему один или два видео на эту тему я вам оставлю ссылочку внизу в инфобоксе там я показывала все что у меня есть для маникюра у меня в принципе ничего не поменялось кроме самих лаков ну соответственно кроме базы и топа все остальное у меня в принципе все то же самое и на мне спрашивает как я делаю маникюр все ли у меня в порядке с ногтями у меня все в порядке с ногтями слава богу значит во первых лампа вот эту лампу я заказывала с алиэкспресс если ссылка осталась если она не сгорела потому что это лампе уже года два наверное да я оставлю внизу в инфобоксе если нет ну подобную да можно мне кажется спокойно найти вот так вот она называется и сушу я всегда видите здесь два режима у нее есть я сушу всегда на 24 48 не включаю меня 24 она хорошо просушивает она внутри вот с такими лампочками вот эта часть у него вот так вот на магните держится до сих пор работает все с ней отлично ничего не произошло у меня два способа снять лак когда у меня длинные ногти да вот такие но я извиняюсь за свой маникюр его нужно переделывать но я пока не буду потому что у меня сейчас рассада у меня сейчас кухня готовка очень много всего я буду наверное длину себе убирать потому что сейчас неудобно но в общем переделаю когда вот немножко освобожусь я переделаю себе сейчас некогда что называется вот когда мне длинные ногти я спиливаю фрезой видео которое я вам оставлю там тоже будет это фреза тоже заказывала на алиэкспресс растворяю вот такой здесь у меня налита какая-то другая жидкость я покупала просто очень удобная баночка я пробовала разные вот эти жидкости для растворения и снятия акрил ну вот эти гель-лака да но мне кажется они все одинаковые как и обезжириватель одинаковый я не заметила никаких никакой разницы не заметила прежде чем замочить ногти вот в этом средстве я спиливаю вот этот глянец отсюда спиливаю обычной пилочкой для вот как вы подпиливаете ногти чтобы он был матовый по бокам не очень хорошо спиливаю главное вот здесь вот спилить чтобы хорошенечко растворилась держу примерно 5-7 минут и лопаточкой я деревянный или металлической как бывает просто металлическую свою теряю поэтому иногда деревянный просто снимаю и все фрезой обрабатывать кутикулу у меня не получается я себя пропиливаю и режу постоянно но вот не получается у меня руки наверное не очень набиты у меня потому что мне кажется чтобы работать фрезой надо как-то набить руки у меня этого не получается тесно кутикулу я удаляю вот таким средством но могу сказать что от сали хэнсон мне нравится больше да это меньше ее высушивает она более такая деликатная но я заметила что быстрее нарастает кутикула вот с этим средством поэтому от сали хэнсон вот такая зелененькая она самая лучшая мне кажется я вот эту наверно больше не куплю куплю снова от сали хэнсон потом я наношу вот такой бондар с ним говорят просто лак держится лучше вот такой у меня от in garden то есть он дает такую липкость на своих же ногтях потом наношу вот такая у меня база тоже от марки in garden каучуковая база мне нравится очень каучуковый базу потому что она дает такой плотненький слой хорошо выравнивает ногтевую пластинку дальше у меня сейчас вот все никак не заканчивается вот этот топ от коде у меня была база от коде оставляет пузырьки то есть когда нанеси нанесла я да вроде бы все хорошо засовывала вытаскиваю вижу что есть какие-то пузырьки мне это не особо нравится вот поэтому not in garden мне понравилось больше перед тем как нанести гель-лак я не подпиливаю ногти я их вообще никогда не подпиливаю то есть не снимаю вот этот глянец с ногтей ну не знаю и у меня неплохо неплохо мне держится вот пока не сниму но у меня достаточно быстро отрастает и еще я бывает захожу за кутикулу и соответственно быстро у меня происходит отслойка вот и все на те видео оставлю как буду переделывать маникюр девочки я постараюсь заснять но я могу сказать что у меня обычно это не получается это крайне неудобно я все время рука у меня уходит из кадра ну постараюсь показать вот вот пока все что могу рассказать если кто-то из вас кстати знает почему образуются такие ну знаете белые пузырьки такие в ногтевой пластинке что может быть что-то где-то не так обязательно напишите потому что у меня такой проблемы нет и вот вот такие средства я использую у нас девочки такой снег пошел вообще обалдеть просто и опять солнышко выглянуло в общем погода да такая у нас непонятно какая но я буду с вами на сегодня прощаться я надеюсь вам понравилось такое видео но было для вас полезным и интересным не забывайте подписываться на мой канал кто еще не подписан ставьте пальчики вверх мне это очень приятно всех люблю целую до новых встреч